Добрый день, коллеги. Спасибо за то, что пригласили. Крестьяне всегда такие комфортные мероприятия делают. Я, если честно, очень рад видеть и быть на таком мероприятии, где собираются передовые хозяйства, мы это все понимаем. У вас есть интерес к этим технологиям, значит, это внушает такую уверенность в завтрашнем дне, что и к прогрессу быть, и нам будет всем чем заняться, и мы так улучшаем, мне кажется, эффективность агробизнеса, потому что идет обмен информацией, и все те вещи, о которых мы сейчас будем говорить, они будут применяться, потом будут собираться их обсуждать, и то, что реально работает, оно будет внедряно. Я не буду перегисовать много слайдов, значит, немножко о нашей компании. Мы всегда, с 2007 года мы работаем, мы всегда старались, искать и внедрять то, что повысить эффективность в ракобизнесе. То есть, там, какое-то время мы долго занимались механизацией расширенства, там, растительные системы, мы установили. Технология веновая, мы работаем в газете, но была новая. То есть, вода ставится в системе, где все подходит. Вот. Потом мы, наверное, многие из вас знают, что мы очень серьезно занимались предоставлением технологий фирменного посева. Мутил в Краснодаре, это не так раз в Ростове, там, в других регионах очень сильно это обвинулось. Я считаю, мы свою долю хорошее внесли в это. И вот так мы новые технологии всегда ищем. И сейчас такой момент подошел, когда, в принципе, понятно, как тренд, да, красивое слово, тенденция, что сейчас уже надо смотреть на цифровые технологии для того, чтобы повышать эффективность. Вот. Я сейчас расскажу вкратце. Мы в этом году организовали отдел у себя в структуре отдел цифровизации АПК, и сейчас мы этот год, и прошлый год, и дальше постоянно в поиске таких решений цифровых, что нужно применять, что есть на рынке, что может повысить эффективность, да, в АПК бизнесе, именно, что касается точного земледелия. Значит, ну, это, речь пойдет об электронной системе контролюции, а самое простое. Навигация, что можно применять, дифференцировать, да, дифференцированного нанесения снялых утреней, система мониторинга и телеметрии, дроны, да, тоже актуальны. Значит, ну, от простого. В электронных схемах контроля высева их очень много, да, сейчас тенденция какая-то. В последнее время хозяйство начинает все больше уходить местные системы, то есть то, что производится здесь в России. Старые, то есть пассивные комплексы, импортные системы все переоборудуют. Если система старая уже, там, ну, стараются оборудовать уже нашей. То есть вопрос запасных частей сервиса. То есть это конкретно тенденция идет. Все ставят местную систему. Вот здесь у нас, рядом с Ворокостом Крае, есть завод «Адиан» предприятия. Они в этом году, вот, из новинок, они выпустили «Ских-30». То есть какой функционал добавился? На пассивных комплексах, через один и тот же середро, тут семена и удобрения, ну, на большинстве. Вот, это иногда проблема для стены контроля. То есть если семена идут, удобрения не идут, она ничего не показывает, потому что античатый поток идет. «Ских-30» уже позволяет объем потока контролировать, и если что-то не работает, он сразу сигнализирует. То есть удобрения идут, и семена не идут, он сигнализирует. Ну, то есть много функций добавилось. Еще добавилась функция технологической колье. Мы тоже производим жопоценные комплексы, и в этом году реализовывали в хозяйстве, кстати, я об Алексею Топников, ты нам говорил, золотая нива, там более, мы работаем с технологической кольюшкой. Сейчас реально можно поставить систему, которая будет отвечать со шлифти, где надо, и это уже несложно, недоступно, не так уж дорого, как это было несколько лет назад. Это сейчас появляется. Еще есть запрос, допустим, Агрохолкинский, он тоже занимается цифровизацией, и, как сказал Сергей, мы у себя цифровали все. Это значит, они приобретали технику, которую еще они не используют, технология, но она уже имеет возможность работать. То есть у них в основной комнате, допустим, была задача, чтобы система контроля высела, могла выгружать данные в систему для мониторинга. И отдельно, надо было в систему подобрать, скидка подошел. У них нет формата данных, под их систему, мы им сформулируемые формату, и таким образом у них появились данные, для их системы, которые можно использовать. что касается навигации, тенденция тоже, ну вы ее прекрасно сами ощущаете, что, вот я вам такую аналитику скажу, мы поставляем самоходные, на этой судьбе, туманно. Четыре года назад, 90% машин, на них устанавливались обычные курсы указателей, которые стоят там 100 тысяч рублей, и спокойно все работали, со спокойной душой, да, и ничего никому не хотелось. Сейчас, как в этом году, 99% машин окружаются с навигацией, с серьезной навигацией, в основном ТИДЖ, с подрубливающим устройством, с автоматическим отключением секции на штамме, то есть она стоит там, порядка, ну, миллиона рублей, и ни у кого не возникает уже особого вопроса, да, зачем она нужна. То есть если возникает, у него есть уже простой ответ, ну, потому что все машины оборудуются ими. Вот это тенденция, это тренд, потому что все сейчас понимают, что в этом есть эффективность и ценность. Может она там невеликая какая-то эффективность, но она понятна, и как бы за это люди уже готовы платить деньги, и приполучать результат. Еще в навигации в этом году разрывалась технология Когнитив Пилот, мы официальный дилер, мы несколько хозяйств устанавливали, мы поняли, что это, ну, реально работающая система, которая дает удобство уже там, как минимум, для реконизатора, да, какую-то небольшую точность, и какие-то риски снижают в плане функции видеть приказ, когда можно остановиться, видеть край поля, можно остановиться. это сейчас какое-то удобство дает, я не знаю, насчет экономической эффективности, но я уверен, что разработчики на следующий сезон уже в новую пункцию добавят, и система, она будет распространяться, она получит широкое, более широкое применение, и завтра, ну, наверное, все будут уже видеть так же смысл, как навигацию, да, так же и в этих системах, она уже будет давать конкретный, понятный экономический эффект. значит, продифференцированное обнесение, сейчас мало, конечно, хозяйств поисходит, даже в ски, у всех направлениях идут, но еще и обнесение особо там не используют, но уже такие хозяйства, которые нацелены на такие технологии, в плане техники, они стараются уже приобрести технику заранее, она может быть чуть-чуть дороже, да, с этими опционами, но стараются приобрести, чтобы была система, чтобы там, на посевном комплексе стояла электронная система дозирования, чтобы можно было ее подключить и дифференцировать, обносить, или еще что-то делать, какие-то данные там, забирать, да, по нормам вынесения, вынесения, если это там обрызгать, это самое главное, то уже там добавьте опцию, чтобы можно было потом, когда мы соберемся, добавить там какой-то аппарат на легал, и можно было использовать технологию дифференцированного вынесения. Пегас Акро в этом году тоже из того, что в этом году произошло, сделали модуль разбраски, то есть дифференцированного вынесения. Это все проявляется каждый год, каждый производитель техники, он добавляет национал, именно, что касается точного земледелия. И сейчас это за один год происходит, как за прошлые пять. Я думаю, что в следующий год это тоже будет рывок серьезный, и все будут уже понимать, что это надо все убрать и применять. Еще из дифференцированных сей населенного давления. В этом году Ти-Джет в России анонсировал технологию Дайна-Джет. Это что такое? Американцы используют 10 лет уже на прошпект, то есть эта тема работает. У нас там некоторые кейсы оборудованы в России, и все. Особо никто не использует и не заморачивается. Сейчас уже момент подошел, что то, о чем Кругников Алексей сказал на последнем слайде, когда сколько там форсунок, какое перекрытие, но уже людям не хочется точности. Дайна-Джет это технология, когда можно на каждой форсунке есть электронный блок, и можно независимо от скорости, давления, какой насос, с какими оборотами работает, можно на каждую форсунку нужную подачу раствора. В объеме и с одинаковой каплей, то есть одинаковый размер капли имеет. То есть равномерность и точность, и возможность форсуночного контроля. Я не знаю, сколько это сейчас надо, но ее надо обрыскивать шириной 24-28 метров, это будет цена вопроса сейчас 2 млн, или 2,5 млн. Может кому-то надо, но я говорю про то, что завтра уже есть специальные форсунки, которые можно не менять в процессе со 100 литров на 200, а они с эластичной мембраной. То есть можно одной форсункой эти диапазоны заменять. То есть эти технологии вот сейчас появляются, их не сейчас не будут использовать, наверное, массово, но пройдет год, два, и все придут к тому, что это утешевеется, это станет доступно, и это мы начнем всех применять. Что еще? Системы мониторинга и телеметрии. Ну вот, конечно, не все обладают... У вас не все обладают, конечно, возможности как игроков не степень все это реализовать, но сейчас я вижу, как бы этот процесс идет поэтапно. Первый шаг, что можно поставить систему мониторинга, очертить поля, понятно сразу точная их площадь, понятно, сколько ресурсов, ну, более точное планирование, более точные планирования ресурсов. Дальше тот же шаг, сразу скажем точную технику, видим, где кто находится сейчас. То есть мы не звоним ты где, а мы видим просто это на экране. Это элементарно просто, это с телефона зашел, и мы видим, вот у нас тоже свое хозяйство есть, мы видим диагноз, где агроном, припал он на обед или нет, выгрузил отчет по треку сзади, увидел, что никто не нарушил скорость нагона. Это элементарно, это сейчас. А в дальнейшем, конечно, как скепь, все пойдут наверное к тому, что можно будет учет ввести, контроль, что можно будет ввух учет ввести, что можно будет зарплаты начислять, что можно будет закупки организовать. Все в системе мониторинга, но это наверное будет попроще. Так, еще один как тренд, не тренд, но в этом году, я не знаю, может кто столкнулся, может нет, но реально технология с дронами, она стала, как бы и вчера это казалось как из фильмов про будущее, что можно летать, там антарийский. Сейчас это немножко так. Мы в эту тему погрузились, наши клиенты уже начали использовать мулитвы, как это реально в полях, тот же агроколный стиль, и это стало реальностью. Я вам примерно скажу, с какой скоростью эта технология развивается. Вот агроколный стиль превратили свои дроны в конце прошлого года. Прошло, еще годы не прошло, да, 16-литровый мы приобретали, это была топовая модель. В начале этого года вышла 20-литровая модель. Вот сейчас, 8 августа, прошло 30-литрового дрона. То есть у него производительность в 3 раза выше, чем у того дрона, самые последние модели, которые в декабре готовы в стиль, как вы знаете. То есть технологии очень быстро прибегают. И я думаю, в следующем году вот такие машины уже, ну, часть обработаны, не то, что часть, а часть, что касается пестицидов. Понятно, что питание они не будут носить, да, 100-200 литров. Но пестицидные обработки, я думаю, очень много хозяйственных что-то применять. Надо просто сейчас смотреть на это, думать и... Спасибо, Андрей. Спасибо. Сейчас вот, Сергей сказал, они в Шамаду покупали 1,5 миллиона 16-литровых. Там, вот сейчас 30-литровых. Вот мы будем возить 30-литровых. И они будут порядка, наверное, 2 миллионов стоить. На следующий год может дороже, больше моделей будет. я не знаю. Ну, примерно, какие порядки цены? Ну, в сравнении с обычным самоходником, да, допустим, это дешевле. Потому что самоходник стоит дорого, его надо обслуживать, он расходует топливо, он ломается, он идет по земле, он будет продавая часть. Тут электроника, это, ну, вечная, вечная вещь. И я вам что хочу в заключение сказать, если можно еще говорить? Конечно, эти технологии, это, мы говорим, вот если 10 лет назад взять, как повысить эффективность для бизнеса? В небольшом хозяйстве можно одним действием, купить просто мощный трактор замену маленькому трактору, и широкозапладный шлейф, можно было повысить небольшого хозяйства эффективность на 30%. Купил трактор, 30% эффективности для бизнеса увеличилось. Сейчас уже все не так, конечно. вот эти все вещи, они улучшат эффективность для экономического хозяйства. Ну там, на 1% что-то на 2%, какая-то супер-внедрение мониторинга на 5% будем увеличивать эффективность работы экономического вашего хозяйства. Но тут уже просто счет идет на проценты. И надо понимать, что надо использовать все, и это даст какую-то прибавку. Конечно, те, кто будут использовать все это, они будут впереди. Спасибо, спасибо.